Друзья, всем привет! Компания Бэтсейв на связи. Это шоу Балабол выпуск номер 12. Для вас Балаболят Сергей и Иван. Привет всем! Сегодня мы о футболочках сборной Эстонии не просто так, потому что, во-первых, мы сейчас подведем итоги розыгрыша из предыдущего ролика. Во-вторых, скоро совсем состоится матч сборной Эстонии против Северной Ирландии, и туда можно будет выиграть VIP-билеты, но об этом в конце ролика обязательно поговорим. А сейчас давай обозначим сначала, какие у нас темы будут, и потом подведем итоги розыгрыша. Да, ну темы у нас немного, но зато темы очень сочные. Ну, а не самые сочные в этом сезоне. Финалы, ребята, финалы Лиги Европы, финалы Лиги Чемпионов. Ну, еще поговорим, наверное, о теннисе, потому что стекера Лонгароса начался, и там очень интересные сюжеты. Да, еще у нас один финал закончился, это финал Кубка Эстонии. Кубки еще, вообще все кубки были на этих входных, так что... Да, да, да. Но главный, главный для нашего эпизода, это был финал Кубка Эстонии. Потому что, да, под Нарва Транс поиграла. Во-первых, поздравляем Нарву, великолепный матч, супер голы, ребята молодцы, не забили пенальти, но не сдались и до конца боролись. Сенсация состоялась. Это в любом случае сенсация. Да, именно так, как ты и говорил в своем прогнозе, кстати, твоя же балаболка. Валенсия же тоже выиграла кубок, значит, минимум две команды, минимум два андердога выиграли кубок, это значит коэффициент 15, ребята. Зашел коэффициент 15. Это еще одна причина смотреть наши выпуски. Ну и, конечно, причина номер два, это розыгрыши. Сейчас мы подведем итоги розыгрыша с прошлого выпуска. Кто-то получит вот такую вот маечку. Ну, нету, ссылана. Не переживайте. Не эту грязную, новенькую, постиранную. Новенькую и мяч с автографами победителей Кубка Эстонии. То есть с автографами игроков Нарвы из Транса. То есть из Транса из Нарвы, извиняюсь. Тогда давай я размешаю, ты выбери. Хорошо, давай. Потому что ты не пошел на этот матч, ты не знаешь. Хоть как-то будешь участвовать в этом во всем. Или ты был все-таки? Я тебя не видел. Я на скамейке запасных сил. Понятно. Выбираю одно имя. Так, я выбрал абсолютно рандомно. У нас Андрей Сурнин. Андрей Сурнин, пожалуйста. Мяч и футболка твоя. Поздравляем, да. Ну и напоминаем, что в конце ролика у нас будут розыгрыши VIP-билетов в Бэтсейф Старслаб. Что такое Бэтсейф Старслаб, я думаю, это... Да, это, во-первых, еда, напитки, лучшие места. В общем, самый, наверное, классный способ посмотреть футбол. Это самый удобный способ. Если будет холодно, как сейчас на улице, то зайди. Под крышу, да. Можно под крышей быть, можно прийти, выпить чайку и насладиться просто футболом. Да. Ну а теперь поговорим об этом самом футболе. Во-первых, Лига Европы, финал у нас Арсенал против Челси. Да, сначала будет разогрев Ливадия Флора, но это так, для гурманов выпить одно-два пива и потом приступить уже к настоящему футболу. Разойтись, как говорится. Да, да, да. У нас Арсенал против Челси и на самом деле я ставлю на Арсенал. Я думаю, что Арсенал возьмет кубок. У меня на самом деле на это очень много причин. Я думаю, что у тебя на самом деле точка зрения отличается или ты согласен? Нет, я с тобой не согласен. Это очень хорошо. Так что начинай балаболить, я буду слушать тебя. На самом деле у меня ключевая, наверное, одна из ключевых точек в том, что очень много забивает Абамьян Каликазет. Абамьян в тройке лучших бомбардиров в этом сезоне чемпионата Англии. Плюс у Абамьянка еще пять голов в Лиге Европы. Ликазет забивает хорошо, у него 13 ВПЛ. В общем, пара нападающих Ликазет Абамьян, они очень и очень хороши. У Наэмери главный тренер... Здесь я не могу с тобой вообще... Главный тренер Арсенала. ...спорить, потому что у Наэмери... Это мастер, мастер, как Дюба сказал, тренеришка. Он, конечно, не тренеришка, он в порядке человек. В коем случае не тренеришка. Он, конечно, не топ-тренер, на мой взгляд, но он в Лиге Европы, он мастер. Три победы с Сивилией в Лиге Европы за кратчайшие сроки. В общем, он настоящий эксперт в победах в этом турнире. Более того, у Челси довольно пограничное положение. Сейчас проскочила новость о том, что Маурицо Сарио ходит в Ювентус, причем много авторитетных изданий написали об этом. Нет пока 100% оснований верить этому, но это говорит о том, что в Челси не все гладко, раз появляется такая информация. Ну, там Ювентус вообще сватают всех тренеров. Я понимаю, но смотри, все в том, что просто Челси сама по себе команда в таком пограничном положении, потому что еще и главный лидер Азар, он уже как бы одной ногой в реале, а еще пока здесь... Ну, так наоборот хлопнет, как сказать, дверьми перед уходом. Я думаю, с точки зрения психологии, он уже мысленно там, в Мадриде или, по крайней мере, в самолете. А мне кажется, наоборот, в плане психологии им намного проще играть, если вот ты уходишь, что ты знаешь, и можешь выложиться в последний матч, показать себя и доказать болельщикам. То есть в этом плане я бы не сказал, что это преимущество Арсенала. Не знаю. Вот я для себя выделил именно такие, то есть результативности Боми Янга и Ли Казетта. У Ли Казетта в Лиге Европы 4 гола. В общем, довольно-таки неплохо. Поэтому, конечно, ты можешь сказать, что лучший бомбардир Лиги Европы кто? Оливье Жеру. Да. Но я думаю, что все-таки нужно судить не один только турнир, а именно дистанцию. Весь сезон, как игроки шли по сезону. А Боми Янга и Ли Казетта забивали и там, и там. Поэтому я думаю, что проблем они доставят очень много и возьмут Лигу Европы. А я с тобой не согласен. Я это повторю еще в финале Лиги Чемпионов. Финалы – это всегда один матч, в котором может все случиться, и в этом матче, ну, скажем так, в любом случае эти команды, они будут немножко нейтрализовывать друг друга, потому что у Арсенала очень хорошее нападение, у Челси довольно-таки неплохая линия обороны. И вот они будут немножко пыжиться друг другом, и в таких матчах, мне кажется, Арсенал не очень уверенно чувствует себя, когда вот именно надо немножко переусилить себя, где-то там показать. Ты думаешь, голов много не будет? Я не думаю, что будет много голов вечером в Баку. Любопытно то, что эти команды встречались в этом сезоне, то есть, соответственно, дома Арсенал выиграл, и дома выиграл Челси. У них было два матча, и, соответственно, на Стэнфорд-Бридж 3-2. Ну, это первый матч был там сезон. И 2-0 на Эмирейтс. То есть, так или иначе, команды по голам идут хорошо. Но с другой стороны, смотри, еще такая тема тебе, что у Арсенала, в этом розыгрыше Лиги Европы, их спасало домашнее поле очень сильно. Как бы в костях они не очень, вообще вот где-то на другом поле они не очень выступают. Мне еще, знаешь, что кажется, что Челси не совсем уверенно прошел стадию полуфинала, где мог вылететь от Тайн-Трахта, в то время как... Ну, Арсенал, например, с Реном у них были проблемы. Но Рен, команда, которая пошумела во Франции, все-таки... Ну, где она там пошумела? Десятое место заняли в итоге, извини меня. Ну, именно весной, не в целом сезоне, а именно... Ну, я бы не сказал, что они там сильно шумели. Да, ну, в общем, это стадия 1-8 финала, здесь были проблемы с Айн-Трахтом, а... Ну, там тоже в порядке. Арсенал, не сказать, что суперпроблемно прошел Валенсию, правильно же? Ну, там тоже, видишь, все-таки при счете 1-0 Валенсия их очень душила, и, конечно, Абумьянг решил-то одним голом все. Да, но и Валенсия взяла, кстати, кубок у Барса, поэтому да, это тоже команду, которую ни в коем случае со счетов списывать не нужно. В общем, я все-таки думаю, что фактор Эмери здесь... Ну, здесь это то, с чем невозможно спорить. Я думаю, фактор синих маечек все-таки принесет победу Челси. Да, мы сегодня в них не просто так, потому что в конце ролика у нас как раз-таки еще расскажем вам, как выиграть билетики на игру. Напоминаю об этом, чтобы вы точно досматривали видос до конца, но... А сейчас Валтерс нам что-нибудь расскажет. Да, Валтерс любит рассказать интересные вещи, поэтому включение... Он сейчас в Латвии ходит? Да, да. Не знаю, он где-то... Он швыряет его по всему... По всей Европе, короче. Да, 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 да. И даже по всему миру. Да, поэтому сейчас включение откуда бы то ни было Валтерса, а потом продолжим говорить о футболе и немножко о теннисе. Ну что, привет, парни. Вы слышали, что случилось? Фины выиграли чемпионат мира по хоккею. Фины. У них коэффициент на выигрыш был 15. Но они сделали то же самое, что они сделали 8 лет назад. 8 лет назад они тоже играли в Братиславе с тем же самым тренером и выиграли. С ума сойти, правильно? Но сегодня будем говорить о теннисе. Мы знаем, что Нодал выиграл французский чемпионат уже 11 раз. И как-то я думаю, что в этом году тоже он сможет это сделать. И я смотрел на ринг и коэффициент около 2.0. Но сегодня я вам дам коэффициент 2.5 на то, что Нодал выиграет чемпионат Франции. Ладно, это все. Спасибо вам, парни. До следующей недели. Я думаю, Валтерс был в Латвии. Потому что ты заметил книжку «Астрономия» на латышском? Так что это... Может быть, он ее с собой таскает. А может быть. Мне тоже планеты нравятся смотреть в свободное время. Но это так. Отступление. Да, отступление. Но я согласен с Валтерсом на тему Нодаля. Потому что Нодаль даже на костылях выигрывает обычно Ролан Гарос. Это его турнир. Грунт. Это его покрытие. Он как-то... Никто ничего не может с ним сделать. И там я заметил на Бэтсейв. Есть ставка, что Нодаль выиграет турнир, не проиграв ни одного сета. Коэффициент 7. Стоит задуматься, ребята, потому что в прошлом году он так и сделал. Слушай, я на самом деле в теннисе обыватель, но для меня имя Роджер Федерер, оно вот плотно сидит в голове. И я слышал, что впервые с 2015 года он вернулся в этот турнир, правильно? Да, у него все время там травмы были, он залечивал и не хотел... Нет ли... Его любимый турнир это Вимблдон, и Вимблдон он после Ролан Гароса, и поэтому он как бы... То сейчас он обкатывает форму для Вимблдона? Не знаю, может быть, он себя хорошо чувствует просто и поэтому решил поучаствовать. Просто вдруг вот что-то он сможет преподнести. Я просто... Ну, этот коэффициент, наверное, очень сладкий на его момент. Я думаю, все-таки в финале будут Надаль и Джокович. Я тоже не супермастер в теннисе, но одно я знаю, что женский теннис это просто рандом. Это полный рандом всегда. Давай приведем сразу пример. В воскресенье Анастасия Потапова обыграла Кербер просто. Пятую ракетку мира. Просто 6-4, 6-2, до свидания. Никто не ожидал даже этого. Ну, как бы, может быть, кто-то ожидал, может, ее родители ожидали, тренер там, она сама, но как бы ребят просто взяла и обыграла. Ну, так дальше идем. Поэтому там, конечно, в женском теннисе фаворит Симона Халеб. На победу ее коэффициент 5. Для сравнения, на победу Надаль коэффициент 2. То есть ты сам понимаешь, насколько это мало, ну, меньше вероятность. Так. Так что в женском теннисе может произойти вообще все. Да, то есть там менее очевидная ситуация. Я бы взял тоже там Сирену Вильямс победить там коэффициент. Она хоть уже, ну, потихоньку ее карьера идет на закат, но все равно. Скандали-то она, я слышал. Да, она любит с судьями поспорить, но соперничать. Был огромный скандал, я помню, в финале. В финале US Open она с Науми Осакой играла, и тогда... Так жалко мне было девочку, которая... Да, которая выиграла вот первый этот, и все, Сирена испортила на самом деле. Да, и награждение, и в общем все там было, поэтому... На самом деле, мне, вот, скажу честно, она не импонирует, поэтому я бы не хотел бы, чтобы от этого... Сирена, успокойся. Да, Сирена, keep coming. Так, ну, а теперь футбик снова. Возвращаемся к самому главному матчу сезона. Главный матч сезона, да. Здесь без вариантов. Да, главный матч сезона, друзья, это английский финал в Лиге Чемпионов. Кстати, тебе не напрягает, что вот английские финалы... Второй английский финал в истории Лиги Чемпионов. Первый был в восьмом году, соответственно, это был Челси Мью. И сейчас у нас Тоттенхэм против Ливерпуля. Не напрягает это здорово, английский футбол. Он возвращается на европейскую арену. Долго не могли... Я спрашиваю больше, как бы вообще с одной стороны, когда команды встречаются. Нет, почему нормально? Это значит, что команды достойны. И у меня, например, нет ни к одной команде вопросов. И знаешь, таких вот доводов к тому, что они не достойны быть в финале. Они проделали огромный путь через камбэки в две команды. Причем я говорю про Лигу Чемпионов. Поэтому их усилия, их игра не заслужили симпатию. Поэтому я считаю, что все супер. У нас неожиданный финал. Возможно, лучший розыгрыш Лиги Чемпионов в истории по совокупности камбэков. И, соответственно, мы имеем тот финал, что мы имеем. Я думаю, что он оправдает ожидания. И, в принципе, он должен подвести такую логическую черту и поставить точечку под этим невероятным сезоном Лиги Чемпионов. Я согласен с тобой. Ну, как? Давай обсудим-то матч. Посмотрим, что вообще будет. Во-первых, я считаю, что Ливерпуль таки обязан на этот раз взять Лигу Чемпионов. То есть в Лопа мы верим? Я, да. Он не смог сделать это в прошлом сезоне, когда противостоял Мадридский Реал и Мухаммед Салах, который в том сезоне был гораздо круче, чем в этом. Несмотря на то, что он там лучший бомбардир тоже вместе с Мане и Абамьянгом. Но все равно... Ну, тогда он один тащил всю команду. Да, да, да. Тогда еще вот этот... А сейчас тащит как бы никто? Ну, там никто не тащит. Там вся команда в порядке в этом плане. Я согласен, да. Ливерпуль очень вырос в этом плане. Тогда Салах был круче. И именно его выключил Ливерпуль посредством Серхио Рамоса. И еще многое... Выключил его Реал Мадрид. Многие могут спорить. Нет, там травма же была, и он покинул поле. И многие могут спорить до сих пор, специально ли Рамос его травмировал или нет. Я считаю, что нет. Но так или иначе. Сейчас Ливерпуль подходит к этому матчу, как вот именно правильно ты сказал, как команда, да? То есть сейчас, выключив Салаха, невозможно будет выключить весь Ливерпуль. Потому что мы помним, что в камбэке против Барселоны Мухаммеда Салаха не было. Роберто Фермино не было. Там играл Шакири, Ореги, в общем... Так может, это наоборот и не помогло? Неизвестно. Но я к тому, что все равно они более высококлассные игроки, поэтому выключив одного даже лидера, атакующего трио, мощнейшего, не выключить Ливерпуль. Я считаю, что Ливерпуль возьмет кубок и он не пропустит, скорее всего. Это не относится пока к моей балаболке, я к ней подойду позже. Ливерпуль не пропустит, по-моему. Потому что они не пропустили от Барселоны, я имею в виду, во втором матче. Ван Дейк сконцентрировался. Ван Дейк так еще и не обыгранный защитник в этом сезоне, лучший защитник АПЛ. И поэтому я думаю, что Ван Дейк во многом сыграет очень важную роль в этом матче. И концентрация в обороне, я думаю, что Ливерпуль не пропустит. Ты можешь сказать, что вернется, скорее всего, Харри Кейн. Но на самом деле, как показали матчи Тоттенхэма без Харри Кейна, что, в принципе, Тоттенхэм не настолько на нем-то и зациклен в атаке. Там есть кому забивать, но просто вопрос в том, смогут ли они сделать именно в тот вечер. И я думаю, что все-таки не смогут. Так, ну я все, твоя мысль, я понял твою мысль. Все, в принципе, логично, на самом деле. Не буду к этому, как бы, с этим спорить. Но что я хочу сказать, к чему я хочу вернуться, это к тому, что финал Лиги Чемпионов-то один матч. Если бы мы говорили сейчас про сезон, про там 30 матчей, да, я бы сказал, что Ливерпуль, конечно, займет высшее место. Но один матч, ребята. И здесь я бы отдал предпочтение Тоттенхэму, потому что ты говорил, что Ливерпуль невозможно закрыть, если ты закрываешь там одного, двух, трех футболистов, да. А Тоттенхэм вообще, в принципе, нельзя закрыть. Они были уже закрыты с Сити, они были вырублены с Аяксом, но они возвращались все время, они все время находят пути. И Ливерпуль, и они, преимущество их в том, что они, как бы, знают прекрасно, как играть против Ливерпуля. Ливерпуль, конечно, Ливерпуль знает тоже, как играть против Тоттенхэма. Даже где они в одной лиге. Но мне кажется, Тоттенхэм такой более непредсказуемый клуб для Ливерпуля, чем Ливерпуль для Тоттенхэма. Ты это все сводишь к тренерской борьбе, к тренерской дуэли Клопа и Почетина. Мне даже не настолько важно, там, тренер, вообще, кто выйдет на поле, а вот именно, знаешь, такой психологический фактор, что Тоттенхэму, в принципе, терять нечего. Мне кажется, с точки зрения психологии, как раз-таки Ливерпуль сильнее за счет мощнейшего мотиватора Клопа, который вообще самый сильный по части психологии тренер в мире. Я в этом абсолютно убежден, как он заряжает свою команду, как он ее мотивирует, какие речи он говорит в раздевалке. Это говорили игроки Ливерпуля. То, что он говорит в раздевалке, они не слышали вообще никогда. Когда Ливерпуль находится, как тебе сказать, когда он в ранге фаворита, тогда это не очень сильно видно, на самом деле. Когда Ливерпуль вот такой андердог, да, когда он не фаворит, тогда, да, Клоп делает хорошую работу. Может быть. Вот, мне кажется, вот этот фактор фаворита сыграет против Ливерпуля в этом финале. Это вполне возможно. И плюс, я думаю, что в этом матче будет довольно-таки много голов. Я думаю, три точно будет. Потому что что там, что там будут люди забивать. Во-первых, они в лиге уже так сыграли, что там 2-1-2-1 Ливерпуль выиграл, да, оба матча. Уровень атаки у обоих команд выше, чем уровень обороны у них. И плюс, еще последняя идея в том, что оба тренера понимают, что в этом году кубок выиграть можно только атакой. Они это показали. Клоп играл в атаку даже на ноу-камп. И тот же Почетино тоже... И поплатился за это, да? Ну, как сказать, поплатился. Но 3-0, но на самом деле... Но с другой стороны он отыграл, пошел его опять атаковать и выиграл. И тот же Почетино, он сначала начал играть от обороны с Аэксом. Его наказали за это. И потом они пошли просто в атаку, все вперед и добились успеха. Да, но это, наверное, будет не в первом тайме. Скорее всего, они не побегут сразу вперед. Ну, в первом тайме три гола они не забьют, но за весь матч, я думаю, точно забьют. Да, но у нас довольно интересный коэффициент к победу Ливерпуля в основное время. Еще интереснее, конечно, на Тоттенхэм. Но все-таки, да, я придерживаюсь того, что Ливерпуль таки, наконец, должен взять кубок. Я думаю, что это произойдет в основное время. Я, на самом деле, расскажу балаболку свою. Мне кажется, что, да, Ливерпуль, во-первых, выиграет кубок, сделает это в основное время. И Садио Мане забьет гол. Как, наверное, самое яркое звено атакующей тройки Мане, Ферми на салах в этом сезоне. Просто напомню, что балаболки для тех, кто не с первого эпизода смотрит наше шоу, балаболок — это специальное предложение от Сергея, от Ивана, которое вы можете найти. С повышенными коэффициентами. Это повышенный коэффициент, да. Это не просто там предложение, а коэффициент очень сладкий, всегда еще слаще, чем на домашней страничке. Да, и найти его можно в графе «Специальные предложения». Там, собственно, переходите и выбирайте, что вам больше по душе. Так, а я тебя буду все-таки оппонировать. Ну, во-первых, я думаю, что будет много голов, ну, больше двух с половиной голов, скажем так. То есть три или более голов в основное время, и победит Тоттенхам. И коэффициент на это — 8. То есть ты думаешь, что будет настоящая голевая сказка? Потому что если такой будет финал, я даже не против, чтобы Тоттенхам выиграл. Если действительно будет много голов, и просто команды будут как фаерболами швыряться друг к другу голами. Я хочу, чтобы эта Лига Чемпионов закончилась, как она была. Так, чтобы просто в день отходить потом. Я чтобы выключил телевизор и офигевал от этого всего. Я думаю, так и будет. Я думаю, что вы нас тоже поддержите, друзья. Ну, а еще... Так, балаболка твоя... Я же сказал, что коэффициент 8, моя балаболка. Замечательно, мощная. Но Тоттенхам все-таки не фаворит, поэтому и 8. Замечательно. А теперь о билетах на матч Эстония-Северная Ирландия. Скажите нам, как вы думаете. Пишите в комментариях. Пишите в комментариях под этим видео на Ютубе или еще под интро в Фейсбуке. Какая команда выиграет Лигу Чемпионов? Все очень просто. И из тех, кто правильно ответит, мы в следующем выпуске выберем рандомного победителя, который выиграет здесь два билета. Два билета. Два билета в VIP-зону в Бэтсейв Старс Клаб. С напитками, с едой, с классными условиями, лучшими местами. Балаболами, может быть. Может быть, кстати, да. А что ты будешь с 8-го делать? У меня будет, на самом деле, день рождения, поэтому я не уверен, что буду на матче. Но я точно буду. Один из балаболов будет, поэтому... Если Тоттенхэм победит еще, вот тогда... Еще и отпразднуется. И дайте хай-фай. Да. Поэтому пишите в комментариях, какая команда выиграет в финал Лиги Чемпионов. И рандомно из тех, кто напишет, мы выберем обладателя этих двух билетов, друзья. Вот как-то быстро мы сегодня закончили. Ну, просто интересные темы. И так все быстро и заканчивается. И даже не хочется прощаться, но самое главное, стоит сказать, друзья, что нужно подписаться на канал обязательно, чтобы не пропускать новые выпуски и поставить лайки этому видео. И не забывайте, что мы выходим каждую неделю. Да. Нам будет очень приятно. Просто один клик и лайк уже готов. Вот. Это был Сергей Иван. Шоу Балабол, компания Бэтсейв специально для вас. Мы скоро увидимся. Пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин